Вначале я хочу напомнить, что сейчас в моей группе ВКонтакте проходит конкурс, где вы можете получить классные призы не только за репосты, но и за свой творческий рисунок, творческую поделку на муравьиную тематику. Ссылка в описании. Всем привет! Вы на канале Собервижн. Сегодня займемся декором террариума для нашего Фрина. Для него я приобрел вот такой вот террариум, который имеет размеры 20х20 см и высоту он 30 см. Такая вертикальная форма более предпочтительна для домонов. Сверху у него есть вот такая вентиляция из крупной сетки. Снизу приклеены войлочные круги, для того чтобы не царапать нижнее стекло, ну и не царапать ту поверхность, на которой он будет находиться. Спереди сделано окно, которое можно вытащить, если приподнять его вверх и потянуть снизу на себя. И таким же образом оно вставляется обратно. Вообще, достаточно простой террариум, но в принципе технологичный. Все, что необходимо, у него есть. Если еще учесть, что приобрел я его за 500 рублей на авито, то вообще очень даже неплохой террариум. Для фрина я приобрел такую корягу, которая немного не помещалась в террариум. Пришлось ее немножко подрезать и части, которые остались от нее, я также установлю внутри. Для того, чтобы закрепить корягу, а также установить растения, мы будем использовать затирочную смесь для плит. Так как на дне будет лежать кокосовый субстрат, я приобрел смесь коричневого цвета, чтобы она особо не выделялась. Самое главное, что такие смеси не сказываются отрицательно, что на муравьях, что на пауках. Ну и в качестве субстрата я приобрел вот такие кокосовые чипсы. Посмотрим, как они себя поведут в террариуме. И в случае необходимости заменим их на более мелкий субстрат. Давайте замешаем смесь и зальем ее в террариум. Вот такой вот шоколад у меня получился. Сильно жидкий лучше не делать. А то растения не будут фиксироваться во время их установки. Итак, заливаем смесь и устанавливаем корягу. Далее устанавливаем пластиковые растения. Далее устанавливаем пластиковые растения. Далее устанавливаем пластиковые растения. вот что у нас получилось теперь оставляем все это дело сохнуть на пару дней после того как смесь высохла можно засыпать субстрат единственное что меня смущает так это то что тараканы смогут прятаться в таком субстрате ладно посмотрим может в дальнейшем я заменю его на более мелкий и в конце я установил гигрометр на двухсторонний скотч низкая его устанавливать не рекомендую показания будут не совсем верны ну что теперь фрин может перебираться в свой новый дом всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки заходите в группу вконтакте и instagram всем пока и